Во время карантина труднее всего приходится многодетным семьям и семьям, оказавшимся в социально опасном положении. Администрацией края для них разработан целый ряд мер социальной поддержки. Уже начались выплаты краевого пособия в размере 5000 рублей малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. 10 тысяч рублей – малоимущим многодетным семьям, состоящим на учете в соцзащите. Не остаются в стороне от сегодняшней сложной ситуации и крупные торговые сети. Они также оказывают посильную помощь нуждающимся гражданам. Славянский район получил 588 продуктовых наборов для семей, которым самоизоляция дается труднее всего. Это многодетные семьи, семьи, оказавшиеся в трудножизненной ситуации, в том числе и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Продуктовые наборы предоставлены сетью магазинов «Магнит». В набор попали продукты длительного хранения – крупы, консервы, молоко, масло, а также непродовольственные товары первой необходимости. На территории всего края сеть магазинов «Магнит» проводит акцию «Магнит забота». В рамках этой акции этим магазинам предусмотрена помощь семьям с детьми-инвалидами и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, состоящим на учете в Управлении социальной защиты населения. Специалисты отделения помощи семье и детям Славинского комплексного центра социального обслуживания населения при активном участии волонтеров, сотрудников администрации городского и сельских поселений, управления по делам молодежи, студентов и просто неравнодушных граждан доставили продуктовые наборы по адресам проживания семей. У меня четверо детей. Будем рады любой все равно помощи. Помощь действительно своевременно и жизненно необходима. У пенсионерки Зои Ганиной трое внуков. Невестка одна воспитывает детей. И сейчас, когда многие организации на карантине, ей попросту негде работать. Нам сейчас помощь нужна, потому что она работает по полях, все везде закрыто. Так она убирает магазин, а все закрыто. Вот уже две недели, считай, это очень хорошая помощь. Поддержать доброе дело могут предприниматели. Юридические и физические лица, работающие в Славянском районе. Информацию о нуждающихся семьях можно получить в Управлении социальной защиты населения. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».